Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель рассказала, как увековечила своего мужчину для конкурса «Свадьба на миллион». Она написала стихотворение для Димы и сделала книжку. А Дима смастерил куклу своими руками. Как сообщили зрителям в новостях Дома-2, самая завидная невеста телепроекта сейчас Лиза Полыгалова. Большинство парней хотят прийти на телепроект именно к Лизе. Как вы помните, Саша Гозиас и Костя Иванов находятся на втором месте в зрительском голосовании. Они надеются победить, Костя пишет. Осталось обойти Кузиных. Сейчас на них работает имя, но мы не сдаемся. Майя Донцова рассталась с Захаром Соленко. Мы уже не вместе, пишет Майя. Вчера на Лобном я поставила точку в этих отношениях. А уже сегодня он поехал тусить с двумя девушками из Барзиковым, который меня оскорблял. Если до этой поездки у Захара еще был шанс меня вернуть, то теперь точка. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш заселились в дом. Лилия пишет. Пригласили с Сергеем ребят к нам в дом на дегустацию моего плова. Вроде все остались довольны. Саша Харитонова призналась, что она не до конца доверяет Сергею Кучерову. Одиночество стало моим спутником по жизни. Может, в силу возраста мне сложно сразу открыться и начать доверять. Илья Ябаров задает своим подписчикам вопрос. Друзья, хотели бы вы, чтобы мы вернулись на проект и делали шоу? Тата Абрамсон посоветовалась со своими подписчиками. Стоит ли ей нырять в прорубь на крещение? В прошлом году я ныряла и дала себе обещание, что буду нырять каждый год. Завтра позвоню нашему знакомому батюшке, дабы узнать, можно ли беременным нырять. А вы как думаете? Женя Феофилактова удивлена большим количеством слухов вокруг ее персоны. Боже, сколько сплетен вокруг меня, пишет Женя. Люди, совершенно не имея фактов, пишут какие-то небылицы. Кто-то делает выводы, исходя из телепроекта «Дом-2». Люди, придите в себя, это шоу. Вам что не покажи, вы во все верите. Вы что, так нельзя? Мне, конечно, лестно, что, видимо, я интересная личность. Но порой вы переходите все границы. И Женя пообещала своим подписчикам иногда отвечать на их вопросы, чтобы пресечь сплетни. Три мамочки телепроекта Ирина Агибалова, Татьяна Африкантова и Ольга Гобозова отправляются выяснять свои отношения на канал НТВ. Как вы помните, Африкантова оклеветала Агибалову, которая, в свою очередь, собралась подавать на нее в суд за клевету. Ольга Васильевна поддержала Африкантову и, в свою очередь, обвинила Ирину Александровну во вранье. Гобозова написала, «Вы на канале «Россия-1» в прямом эфире обвинили меня, что я виновна в болезни Светланы Михайловны. Так вот, у вас будет суд с Татьяной Владимировной, я приеду и тоже подам в суд за клевету». Марина Мексика хочет выпустить собственную линию одежды. «Что бы вы хотели увидеть в моем личном стайле?» – пишет Марина. Как вы помните, Ольга Бузова сообщила в Инстаграм, что возвращается на театральную сцену. Она сыграет одну из главных ролей в спектакле «Мужчина на расхват». Выяснилось, что Бузова заменила в спектакле актрису Марию Горбань, звезду сериала «Кухня» и других. Актриса не ожидала получить такой удар в спину. Она посвятила этому спектаклю полтора года жизни. Подписчики ей посочувствовали. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.